Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ну что, друзья мои, вот и получено разрешение работать по территории России западным оружием. Ну, практически все, кроме Бельгии и Италии, дали разрешение. Штаты с оговорками, ну, такие приемлемые, честно скажем, оговорки. Окей, хорошо. К чему мы в данной ситуации приходим? Дело в том, что фактически в этой ситуации, вот когда нам сейчас разрешено будет, уже разрешено, точнее, отрабатывать, скажем так, 50-километровую зону внутри России, о чем, куда мы приходим в этой ситуации? Я вам скажу, куда мы выполняем заветы дедушки Путина. Чуть не сказал дедушки Ленина. Дедушка Ленин был намного моложе меня, он умер, по-моему, 54 года был. Чего он был дедушкой, так я и не понял. Да, ну, не важно. Так вот, дедушки Путина, да, заветы, он хотел демилитаризованную зону на границе России и Украины. Вот, вот к чему сейчас подхожу. Смотрите, фактически западный мир, как и мы, смотрим, в принципе, с одобрением на идею Путина. И вот эту, где-то, 50-километровую зону и будем, собственно говоря, создавать. О чем идет речь? Это будет зона, свободная от тяжелого вооружения. Это будет зона, свободная от войск. Там будут, то есть, там будут какие-то там МЧС, там будут какие-то полицейские формирования легкие пролетать на бобиках. Ну и все, собственно говоря. Тяжелого оружия там не будет, потому что оно будет уничтожаться. Вот, и военные части то же самое будут уничтожаться. Единственное, да, то есть, тут мы абсолютно согласны с Путиным и, как говорится, будем делать то, что он сказал. Но вот единственный есть нюанс. Вот эта территория, 50-километровая, она будет на территории Российской Федерации. Ну, понятное дело, с той стороны. То есть, сейчас ставится вопрос следующим образом, что просто выбить там все, что, всю военную инфраструктуру. Нам есть чем это делать, слава богу. И сейчас мы этим и займемся. Ответить им фактически уже нечем. Нет, они, конечно, могут приволочить очередные там 100-500 старых советских пушек из 45-го года хранения. Да, ну, они будут уничтожены очень быстро вместе с экипажами, то есть, вместе с артиллеристами. А, ну, старые Катюши где-то там достанут с хранения. Ну, и они будут уничтожены. У них же дальность боя, вы же прекрасно понимаете, такова, что, ну, это будет как в Цусима, знаете. Да, они их привезли и в тот же день уничтожены. Ну, как оно сейчас и происходит на фронте, вы же прекрасно видите, по 40-50 орудий в день. Если они вздумают размещать свои орудия вот так вот довольно плотно таким же Макаром в той же Белгородской Народной Республике, ну, это просто будет, они, это расстрел будет и все. Ну, будет не 40, там, 50 пушек в день уничтожаться, а 100. Вот, собственно, и все. И в результате все равно мы, потому что снарядов у нас больше, чем у них пушек, это очевидно, да. Вот, все равно мы придем к тому же самому, что артиллерии, бронетехники, каких-то значительных воинских соединений там не будет в этой 50-километровой зоне, просто потому что они будут выбиты. Так что, видите, вот не зря Путин смотрел в корень, как говорится, с демилитаризацией. Она приходит прямо сейчас на наших глазах.